В Центре образования и профессиональной ариентации прошло мероприятие «Первая доврачебная помощь». В нем приняли участие ученики третьих классов всех школ города. Мероприятие подготовила Городская детская дума. Сегодняшний конкурс «Первая доврачебная помощь» – это один из подготовительных этапов к этим соревнованиям. В мероприятии «Первая доврачебная помощь» было два этапа. Первый тур – теоретический, второй – практический. В теоретической части ребята отвечали на 21 вопрос. Всего за 8 минут. В практической части ученикам третьих классов нужно было показать применение подручных предметов для оказания первой помощи и использования лекарственных средств. У вас только он мотается вот так. Надо мотать так, чтобы он прогибался. Вот так. Вот так. Понимаете? И быть вместе. Вы вместе должны. Вопросы были достаточно сложные. Вопросы были все на правила оказания первой доврачебной помощи. Все школы были поделены на две группы. Первая команда подготовила кроссворды. Участники второй группы их разгадывали. Для детей, которые находились здесь сегодня в зале, ребята подготовили кроссворды на тему правил дорожного движения. Ребята отгадывали кроссворды. Очень хорошо. Некоторые школы у нас отгадали. Очень был сложный один кроссворд. Но три школы у нас его разгадали правильно совершенно. Какие впечатления остались у тебя об этом мероприятии? Мне больше всего понравилось скандворды отвечать. Там очень легко, потому что во втором там не указано, где, под каким и где цифры. И поэтому в этом сложность этого скандворда. Было очень классно. И мне это поможет, потому что мало ли какие случаи бывают. Вдруг кому-то понадобится помощь. Для ребят была проведена беседа с начальником ГИБДД города Заречного Максимом Валерьевичем Бутиновским. Останавливаются прямо на пешеходе. Ведь такого не должно быть. Не должно быть. А не перед пешеходом. Конечно, согласен. Не должно быть. Он им рассказал, как правильно соблюдать правила дорожного движения и как оказывать первую доврачебную помощь. Я соблюдаю правила дорожного движения, смотрю на знак, определяю, что это за знак. И по нему определяю, что мне нужно сделать и как. Все команды были награждены дипломами и светоотражающими элементами. Победителями конкурса стали гимназии номер 216 дидакт и школы номер 221. Варвара Боярова, Анна Малютина. Специально для телепередачи «Лестница». Редактор субтитров А.Семкин